Искусствовед Александр Городний проводит экскурсию по отремонтированным залам арт-этажа и рассказывает, что в ближайшем будущем будет располагаться на третьем этаже Владивостокского центра современного искусства. Этот зал, скорее всего, будет для художников центральной части России. Москва, Питер, ну в общем все, что за Уралом. И зал для Сибири, Дальний Восток. Также у нас там еще и приютятся иностранные художники. Два первых этажа центра современного искусства открыли на пересечении улицы Адмирала Фокина и Океанского проспекта еще в июне прошлого года. И сразу начали выставлять работы приморских художников и фотографов. Одним из постоянных гостей арт-этажа стал Александр Хитров. В феврале этого года он представил горожанам очередную фотовыставку «Город зимой». Фотографии сделаны в зимнее время года, за последние, по-моему, три года. Просто красота, то, как мы видим или кто-то не видит. Я вижу город, можно сказать, так, с положительной белой точки зрения. Выставки сменяют друг друга каждые несколько недель. Сегодня в арт-этаже разместились работы под названием «Альтер-эго». Это выставка в формате 3D. С помощью специальных очков можно увидеть скрытые для простого глаза образы. Сюша снимает портреты. Виктория работает в жанре пейзажной фотографии. И я специализируется на экспериментальной фотографии. Что это такое, он вам, наверное, потом объяснит. Но я снимаю ремонтаж, концерты. То есть мы все абсолютно разные, но сошлись вот здесь, вот в этой точке. Для открытия Центра современного искусства специально выбрали старинное здание в центре города. При ремонте старались не повредить его историческую ценность. Сохранили медные таблички, кованые перила лестниц, напольную плитку, лепнину и даже двери между помещениями. Ну, я считаю, что это буквально событие века. Понимаете? Потому что только мечтать могли жители Владивостока о том, что когда-то откроется Центр современного искусства. В самых крупных городах это не во всех есть. Центр современного искусства во Владивостоке открыли на базе коллекции произведений галериста Александра Городнева, которые он собирал на протяжении 25 лет. Идею создания музея в свое время поддержал Игорь Пушкарев. К слову, официальное открытие арт-этажа с экскурсией по четырем новым залам пройдет 6 апреля. Но уже сейчас выставки в Центре современного искусства расписаны на год вперед. Ирина Мокрецова, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.